Вот такую часть я уже сожгла. Просто читая очередную отписку, случилась истерика, я ее сожгла. Неутешительные ответы Минздрава, Крайздрава, Администрации города. Семья Лощининых осталась один на один со своей проблемой. Сын Натальи и Саша болен редким заболеванием – миопатии. Проще говоря, постепенно у него отмирают мышцы, искривляется посвоночник. Сейчас ему 16 лет. Ходить Саша перестал уже в 9. Как таковой помощи семья не получает. Орфанных заболеваний во всем мире 230. В России признано, вот есть же списки, по которым лечить орфанные заболевания. В 2019 году их разделяют на два списка. В одном 12, в другом 19 болезней. Все остальные у нас государством отметаются. Мы как раз окнуемся тем, которые не входят в эти списки. Тренажеры, лекарства, бассейн – все за свой счет. Но главное, что не делай, жизнь ребенка стремительно укорачивается. И вот каждый день просто сидеть, когда это абсурд понимаешь, но с этим очень тяжело жить. Чуть веселее стало жить, когда у Саши исполнилась большая мечта. Скоро ему подарят компьютер. Пока в комнате стоит этот временный, но его скоро придется вернуть школе. Парень хочет начать зарабатывать в интернете и помогать маме. У меня есть план. Я планирую научиться лучше рисовать и сделать свою игру. Простую, правда, первую. Это отношение к жизни совсем другое стало. Это радостных моментов больше. Ну и Саша сейчас в предвкушении твоего компьютера. Он даже на улицу стал чаще выходить. В скором времени Сашу ждет операция, которая должна выровнять позвоночник и суставы. После нее парню понадобится инвалидная коляска с вертикализацией. Она сможет выпрямлять спину и ноги. Только стоит такая коляска от 400 до 700 тысяч рублей. Для Натальи, которая одна воспитывает двоих детей, это космическая сумма. Ну и эта же коляска – последний шанс, чтобы выиграть у жизни несколько счастливых лет. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.